Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LeanHustle и сегодня я вам расскажу о том, что будет скорее всего по сливам бывшего сотрудника в будущем обновлении хомяка, которое, кстати, состоится уже на днях, когда будет листинг и для чего нужны ключи. Я не гарантирую, что вся эта информация правдива, но когда увидите рендеры, которые предоставил этот бывший сотрудник, вы можете задуматься, что в принципе это довольно сильно похоже на правду. Да, друзья, и прежде чем мы перейдем к сливу обновления, я вам хотел бы сказать, что если у вас нет вообще денег, вы можете первую тысячу на раскачку получить в моем телеграм-канале, ссылка на этот пост будет в описании. Просто оформите по ссылке карту Тинькофф, я вам заплачу за это 500 рублей и сам банк вам заплатит 500 рублей, реальных рублей, ни бонусов, ни баллов, просто 500 рублей, которые можно хоть наличкой снять. Карта бесплатная навсегда, это не какая-то кредитная карта, просто переходите по ссылке в описании на этот пост и заказывайте. Акция продлится до конца августа. Итак, ну что ж, давайте рассмотрим, что у нас с Лили. Кстати, скинул этот челик в наш чат, обязательно в него заходите, здесь общаемся, отвечаем на вопросы и так далее, ну и делимся новостями. Итак, давайте посмотрим, куда он это скидывал, вроде бы в основной чат. Да, вот, смотрите, давайте начнем просто с текста. Вот этот текст, который опубликовал бывший сотрудник в одном из своих каналов разработческих. Я бывший геймдизайнер Хамстер Комбо, то есть он занимался дизайном, соответственно, вот такими всеми картиночками и давайте посмотрим. Очевидно, через нейросети генерировались все эти хомяки и был с проектом с самого начала. Меня использовали и выбросили, но я не могу просто уйти, зная, что происходит за кулисами. Руководство, особенно глава проекта, все больше разочаровывает меня своими решениями и теперь я вижу, что они готовы поставить на карту доверие всех игроков ради своей выходы. Что сказать? Об этом уже пишет не первый человек, который работал в команде хомяка, мол, там раздор, создатель всех кинул и так далее. То есть это мы все не в первый раз видим и как-то в это уже больше и больше начинаешь верить. Значит, 4 сентября, мол, будет листинг, хотя вот сегодня 24 августа и пока ни слуха ни духу, а 28 августа, то есть через 4 дня, ну да, сегодня, наверное, я выложу этот ролик, будет масштабное обновление 28 августа, в которое вводятся кланы. Ну, кстати, это похоже на правду, потому что те, кто изучал токеномику проекта и их роудмэп, наверняка видели, что кланы были заявлены еще в мае, что будут добавлены они в как раз-таки третьем квартале, который сейчас идет. Ключи, которые вы добываете за игры, предложенные Hamster Combat, которых уже, кстати, сейчас 9 и мне кажется, они планируют останавливаться, станут ключевым элементом для покупки карт в кланах. Вот смотрите, какие на рендерах, что мы можем видеть. Вот, your guide strategy, one man, no man. Вот, как видите, за 50 ключей вы можете приобрести 80 тысяч час, за 50 ключей 130 тысяч час. Вообще, сейчас просто подробно после этого рассмотрим данные скриншоты. Так, значит, нам говорят, что 4 сентября будет листинг, но не позднее, чем через 2 недели состоится обещанный airdrop. Ну, посмотрим, что будет. Забывайте о привычной прибыли в час. Теперь она не будет иметь прежнего значения. Все будет зависеть от того, как вы сможете использовать эти ключи в рамках новой механики. Механика, очевидно, гильдии. Кстати, если это все правда и гильдии реально будут, обязательно переходите в мою телегу, подписывайтесь вот на этот канал LH Crypto, потому что здесь мы будем, соответственно, собирать свою нормальную гильдию активных игроков. Поэтому, кому это интересно, обязательно подписывайтесь. И не забывайте подписываться на канал по комбо. Здесь выкладываются комбо на Mimfi, Hamster Combat и на все вообще проекты, которые имеют хоть мнимую перспективу. Так, давайте вернемся в чат наш и посмотрим еще раз, значит, эти скриншоты. Ну, собственно, текст мы прочитали. Не знаю, верить этому или нет, но давайте посмотрим скриншоты. Итак, Update and AirDrop. Ну, вообще, как видите, выглядит все так, как будто это такая, знаете, бета-версия, альфа даже, версия того, как это будет выглядеть в приложении. Ну, в принципе, нарисовано все реально в стилистике хомяка. Ну, в целом, поверить не то, чтобы можно будет прям сразу же, поскольку нарисовать такое особо ума не надо, поскольку, например, на этом скриншоте, как видите, все довольно кривовато, но, тем не менее, выглядит все сносно. И в стилистике. Значит, ачивки, ну, ачивки, значит, гильдия лояльность, ну, то есть, сколько ты дней в гильдии, вот тут есть ачивка за 90 дней. Значит, AirDrop Conditions, то есть, одним из условий AirDrop будет являться состояние в вас какой-то гильдии. Гильдии, вот менюшку тут не видно. Снизу появится раздел, вот если отдалить, вы видите, с гильдиями. Значит, зачем все собирали ключи? Ключи нужны для того, чтобы прокачивать карты гильдий. И эти карты доступны только для членов гильдии. Не останавливайтесь играть в наш... Так, Don't Stop and Play... Да, не останавливайся и играй в партнерские игры. Вообще, звучит это, знаете, немного так, как вброс. Типа, вот, они прям так и написали. Не останавливайтесь играть в партнерские игры. Типа, мы будем вам больше и больше рекламных помоек пихать. Ну, окей, поверим. Значит, создай свою собственную гильдию. Ну, и тут, соответственно, какой-то топ твоей гильдии показан, в которой тоже будут какие-то свои лиги. Ну, вот этот скриншот реально выглядит правдоподобным. Ну, что ж, верить этому или нет, это уже вопрос к вам. Значит, давайте обсудим это обязательно в комментариях, обсудим это в чате. Переходите в комментарии, пишите, что вы насчет этого думаете. Ну, значит, момент с ключами. Уже до этого сливали рендеры того, как выглядят вот эти карты с прокачкой. И уже эта, кстати, информация реально была. Но там, конечно, до этого речи не шло ни про какие гильдии. Просто писали, что эти ключи нужны будут для того, чтобы оба повысить в самом конце перед аэрдропом в разы свою скорость в час. И, типа, получить преимущество перед другими игроками. То есть, вот такая вот информация была. Кстати, сколько у вас ключей? Вот у меня, например, 487. Я только один ключ за все время пропустил. Обидно. Ну, ладно, все равно. Думаю, это больше, чем у 99%. Ну, все, друзья. Больше мне нечего насчет этого сказать. Я в это не особо верю. Особенно к датам я отношусь скептически. Потому что, мне кажется, они сами никаких дат не знают. Ну, что ж. Ждать 28 числа нам вообще недолго. Все узнаем. Переходите, подписывайтесь на телегу и на этот канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok